Доброе утро. Это Разница во времени. Короткие чайные новости от ttips.ru В 2018 году список официальных чайных регионов Индии, тех самых, у которых есть такие кругленькие логотипы и самыми известными из которых являются Даржлин Каасам, пополнился еще одним участником Трипурой. Это совсем небольшой штат на востоке Индии, на границе с Бангладеш. Там производится почти исключительно дешевый черный чай, не имеющий пока маркерных потребительских характеристик. И с этой точки зрения создание в Трипуре отдельного чайного региона особого смысла не имеет. Но этого чая там производится много, что-то около 90 тысяч тонн в год. Трипура это пятый по количеству ежегодно производимого чая штат Индии после Осама, Западной Бенгалии, Тамилнады и Киралы. И с этой точки зрения создание в Трипуре отдельного чайного региона вполне оправдано. Был бы чай, а маркерные признаки у него рано или поздно появятся. Трипуре придумали логотип, немного странный, правда. Для чая из Трипуры придумали специальный бренд Трипурисвари. Для продвижения этого чая устраивают разные общественные мероприятия типа массовых забегов. В местном университете планируют начать подготовку по чайным специальностям. В Трипуре собираются открыть собственный аукционный центр, что значительно упростит и удешевит бизнес-логистику чая из этого региона. Следующим и логичным шагом в продвижении чая из Трипуры станет создание и популяризация его премиальной версии. Вот ее и подождем. Интересно, кстати, что усилия по продвижению чая из Трипуры, направленные естественно и на его популяризацию на мировом рынке, происходит на фоне колбасни с ценами на индийский чай и снижение экспорта индийского чая. Это снижение не является радикальным, но является заметным и для индийцев, скажем так, беспокоящим. Настолько, что Индия снарядила для отправки в разные страны, начиная с Ирана, специальных чиновников, которым предписано разобраться в причинах падения спроса на индийский чай на традиционных для него рынках и в перспективе как-то поправить ситуацию. Ну и новые рынки наши индийские чайные братья тоже будут стараться осваивать. Западную Азию и Северную Африку, например. В 2020 году в США в Федеральный суд Калифорнии был подан коллективный иск против чайной компании Bigelow. Суть претензий состояла в том, что на пачках своего чая компания с 2017 года писала Manufactured in the USA, произведено в США. Тогда как чай в пачке был явно не из США. Компания отбрехивалась с тем, что чай в пакетиках, а пакетики произведены в США, в том смысле, что купажирование и фасовка производятся именно в Америке. Так что все чисто. И суть судебного разбирательства в итоге свелась к тому, чтобы разобраться, как потребители понимают термин произведено в США применительно к чаю. Для усиления своей позиции СЦ провели опрос, по результатам которого оказалось, что 84% потребителей понимают слова «произведено в США» как указание на то, что именно сам чай был выращен и изготовлен в США. И что надпись Manufactured in the USA на пачке, скажем, какого-либо купажа индийских и цейлонских чаев, даже сделанного для американского рынка, это обман простых американских граждан. Бигеллоу пыталась оспорить методику опроса, но суд с компанией не согласился и, если все сильно упрощать, встал на сторону листцов. Ну а самая прекрасная во всей этой истории – это формулировка суда, описывающая суд чайных пакетиков. Вот она в моем немного вольном переводе. Чайные листья внутри определяющие важны для чайных пакетиков, так как потребители покупают чайные пакетики из-за чая, а не из-за пакетиков. Таким образом, чайные листья являются не одной из составных частей чайного пакетика. Они являются самой сущностью чайного пакетика. Это прекрасно. Я никогда так не смогу. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...